Володя иди-ка сюда. Здесь я здесь. Сегодня, если я не ошибаюсь, 22 января 2018 года, понедельник. Правильно? Ну понедельник точно, что понедельник. 22 по-моему, да? Да. Вот видишь как. Молодые, не знаете времени. Не наблюдайте. Счастливые часы не наблюдают. А у меня часов нету. Я вот уже неоднократно где-то говорил как-то. Теперь еще раз. Это как документ будет. Вот то, что я говорю, это документ при свидетеле. Володя снимает, тут покажи себя. Иначе, Иначе, они залезли в коробку. Вот так. Это я их приманул сюда. Залезли. Оба, да? А? Оба. Я не видел. Ну да. Один сидел здесь, два голубя. Они утром прогуливаются. А теперь сейчас кошек выкусить надо. Подожди-ка. Ой. Ну-ка, давайте, вылазьте. Э! Ой. Оглядывайся. Сначала оглядеться. Никого нету? Буски нету ли? Вот она, вот она. Ой, да холодные какие. Все. Видишь как? Тех выпускаю, этих туда, чтобы они несовместимость. Садись. Никитушка. Значит, вот когда человек не болеет, то он как-то по-другому думает. И вот бывает так. Знает, что перед больной безнадежно соборует. Священник приходит на исповедь. И ответ одинаковый. Человек, если слабо верующий, а что вы папа призвали-то? Что? Что вы раньше смерти меня хороните-то? Хороните. То есть это вестник смерти пришел. Подготовка к смерти. На врача так не смотрят, как на священника. Если пришел пособоровать, соборовать, это уже, говорит, все, подвел под монастырь собор. Я понимаю, как. И поэтому у молодого сказать, а ты завещание сделал, завещание? Ну, чего ради я буду делать-то его? Вот это и оно. Мы дорогой-то ехали много, 120 тысяч километров. Мы видели аварии. Авария такая. Видимо, машина между двух больших сжала. И там только видно, рука торчит, а уже никто не подходит. Он мертвый там. В интернете показывает, когда зажало, там горит машина, он кричит, кричит. Их человек пять подбежал с огнетушителями. Ни один не работает, только отбрасывает. Надо подготовиться. Я свободно сделал, в здравом уме. Не первый раз переделывать. Приходится завещание. Не потому, что я меняюсь, а меняется обстановка. Была зарегистрирована община. Этот дом я, чтобы никогда его не продавали, а всегда были здесь люди, молились. Ну, живые люди тут. Я оставил кто-то. У нас есть юрист свой, Севастьян Э. Эдуард Викторович. Бауэр Севастьян. Это по крещению. Он как наблюдатель здесь. И у меня, кто был, тот человек вдруг уехал. Другой сейчас я переделал опять. Переделал. А Севастьян остается тот же самый. Пришлось включить Володю. Вот он сидит. И Виктор. Теперь Виктор уезжает во Францию. Теперь поневоле надо переделывать снова. А что перезавещание, это означает не то, что я умер сегодня-то. Тем более, я уже несколько лет назад это все обдумал. Это правильно делать. Вот завещание. Все оставлять как есть. Очень простое. Никуда никаких юридикций, динаминаций, конфессий, это ереси, слово. Никуда не переходить. Оставаться в прежнем статусе. Ничего не ломать то, что сделано нам. Вот в комнате. Ну, если там, думаете, машина будет, а гараж, что можно сделать тут. У нас есть сделать-то. Ну, маленько дрова разбери, и стена там стоит. Все остальное так же. Вымерено. Вымерено настолько точно, что у нас ни одного квадратного метра лишнего нет. Нам это хватает. Мы живем. Чтобы комнаты не пустовали. Истинно верующих пустить на квартиру бесплатно. Ну, бесплатно это означает платить за свое электричество. Там счетчик стоит. Сами углем обеспечивают себя. Но именно, чтобы были люди верующие. А если это баптист? А вот тут это... А если католик? Я не делаю разницы никакой. А если мусульманин? Ну, если бы он по-настоящему веровал, то тут опасно уже. Скажут, христианин, тебе можно голову резать. Но это не годится. Баптист голову не будет резать. А если светиль, сторожевой башни, разницы для меня нет. Лишь бы он был человек и не мешал. Ну, а где-то и общие работы делать. Вот в одной комнате, вот в этой, где я сейчас живу. Город Барнаул. 656-056. Ползунова-6. А. Номер 6. Там молимся мы. Здесь я живу сейчас. Володя. Володе было такое, что он убегал. Потом вернулся. И ты осуждаешь себя за то, что убегал? Конечно. Конечно. За него все молились. Тут прямо письма писали тебе. Писали. Его полюбили все. Вот не глядя на него, какой он тут есть. Он трудом взял. И он не хамил. Никогда, ни разу, нигде. Никогда, ни разу, нигде. Слышишь? Вот так отвечать, как ты мне отвечаешь. У тебя прям мгновенно сразу такое прям хамское вылазит. Ты живешь здесь. Было время, что я тебе даже посоветовал быть у Сергея Пупкова. На две, кажется, недели. Так? Ну, я больше месяца там прожил. Ага, значит, больше месяца. Я не помню, насколько-то. А потом все-таки ты запросился сюда. Так было? Да. Да. Тебе где удобнее, лучше? Здесь или там? Ну, это разные понятия. Лучше, удобнее. Тут мне полезнее было бы, скажем так. Удобнее, может быть, там. Там ванна есть, теплая, горячая вода всегда. И там магазин ближе. Ну, тут как-то... В общем-то ты сюда запросился. Что-то ты сам выделил. Что тебя больше привыкло, чем у Сергея? Ну, тут просто построже как бы все. Поэтому тут можно держать себя в рамках. Ты, вот сейчас, пока мы еще не разошлись, выговори мне, где я тебя притеснял и заставлял делать то, что противно спасению души. За все время в лагере, в доме, где-то. Да я такого не помню ничего. Ну, придумать тогда и не надо. Ну, это тебя трепал, будь здоров за все. Там забыл кучу мусора, где надо хождение, там ты уже неделю забыл. Было? Да все было. Все было. Все было. Я тебя что, унижать хочу или чтобы другим стал? Ну, другим, чтобы стал, конечно. Другим, иным, верующим. Мы когда ездили в поездку миссионерскую, ну, первый раз-то у нас было пять человек-то. И вот едет там Пупков и Игорь Третьяков. Ну, прям, ну, отвечают они оба одинаково в этом вопросе-то. И поехал Михаил Кальмаев. И вот как только поужинали мы, ну, как-то маленько расходятся. Тут кто-то гуляет, кто-то что-то. Он увидит, никого рядом нет. Михаил Михайлович Кальмаев. Да. Давай мне сюда. Да? Что, Игнатий хочешь отдать трубку? Давай. Не дает. Ну, что, говори вслух, передавай. Минут через 20 кручина подеет, Николай. Ну, все, ну, и сказал, все. Скажи, поняли. Все понял, брат. Сейчас, через 20 минут-то мы уже на коньках будем вставать. На лыжи, говорит, поставить. Михаил Кальмаев. Вот так я сижу у Костерка. Потихоньку подойдет, наклонится. Глядеть никого нет. Игнатий Тихонович, как я вам благодарен, что вы меня взяли. Как многому я научился здесь. И потихоньку отойдет. Я тогда этим братьям говорю, Сергею Пупкову и Игору Третьякову. Скажите, вот вы сейчас, ну, прям хомят. Я говорю, скажи. Вот Михаил Кальмаев, он мог так сказать? Оба отвечают, нет. Ну, а что тебе? Я просто спрашиваю вас. Вы его видели? Видели. Так он старше вас, у него опыт, он все умеет делать. У него дочь вашего возраста. Ну, так. Понятно? Вот тебе я сколько делал раз замечания? Какое-то слово скажу. Ты отвечаешь просто хамски. Ты этого не понимаешь. Я говорил уже несколько раз. Меня не будет. А вы с Володей оставитесь. Ты Володю заешь сразу. А он в ответ еще не может. Ты один раз его пренебрег давно. Дальше он тебе говорить не будет. Ты сразу возьмешь власть над ним. Это у меня такое представление. То есть, тебе сейчас, вот я сказал, нужно вынести золото. Ты быстренько раз, вот сказал за водой, ты мигом. Ты не Третьяков. Тот зашел, воды принести. А в это время у меня с позвоночником я сойнулся. А можно я в другой раз? Я так и ахнул. Ну, ты как же. Это же вода. Пить надо-то. Вот он экономический факультет окончил, университет человек. А можно я в другое время? Да как же другое? Ты мне же пить охота. Вот так. Я, ты как вот понимаешь, если ты не изменишься, вот такое отношение. По отношению Володи ты более, сказать, ну, нежный или как, более христианский не можешь быть. Потому что ты на меня-то натолкаешься, я тебя, говорится, по мусалам, по рогам, да и на место поставил. Так? Да. Да так, я знаю одно качество лидера. Шесть качеств. Это первое самое качество воображения, знания, умения, решительность, беспощадность, привлекательность. Беспощадность, как раз раздельяйство к тому, кто не держит слова, вот так вот. У меня было дорогой так, когда ехал Третьяков и этот, Попов. Вот. Мы ехали не просто так. По большим важным делам. И Вадим считает легко цифры. А платит он. Заправились обратно. Я деньги дал 10 тысяч через день. 10 тысяч. Я дал 30-50 тысяч. Вы в уме или нет, ребята? Это же... Я же не банкир. Деньги-то где? Ну, вот я заплатил. Так, ну, давай. Дайте мне квитки сюда. Мне тоже надо отчитываться за деньги. Я посчитал. Нету. Вадим, на, посчитай. Он посчитал. Он считает хорошо. Но цифра, которую я дал, ты же знаешь, что тебе дал? 50 тысяч. А квитков-то на 40 тысяч. Где 10-10 тысяч? А что я вор? Нет, позволь. Я спрашиваю, где-то. Почему ты на работе так не отвечаешь? Я спрашиваю, где квиток, может, обронил или где-то. Ничего я не обронял. Что я буду ронять? Ответ его. Не гляди, что он молчит. За стол садимся. Все время капризничает. Сметану даю. Сметана, сливки. Свежие. Не хочу. Яйца даю сваренные. Не хочу. Вот где-то надо в магазине что-то купить. Мы же едем вместе. Вадим, я не знал. Его посоветовала теща. А теща моя родная сестра, Татьяна Тихоновна. Он водитель, первый, которого видел, который заднюю скорость, как переднюю, так же едет. И вот так, с закоулками нигде не застрянет. А Виктору надо, чтобы поле было. Он только вперед. Назад у него вообще задняя не работает. Два раза сдвинула, два раза машину раздавила. Фонари и все. Это Вадим, который к нам ходит? Да. Да. Ну, я понял. И поэтому мы с товарем, у нас подъем был отбой в 10, а подъем в 2 ночи. В 2 ночи мы уже трогаемся с места. Машина подготовлена. За рулем сидит, ну сколько там, часа 4, наверное, сидит Вадим. До рассвета. А Игорь сзади спит. Я рядом с ним пересаживаюсь на первое сиденье. А это газель, там вытянулся есть куда, собака с этим где-то. Вопросов нету. Как взгорался Вадим? Я говорю, Вадим, ну мы же договорились, что от чего отдавать-то? Дальше он не слышит ничего, молчит, а тут прямо из него прорвало. Я сейчас вот на поезд седу и домой поеду. Да ты в уме или нет, под Хабаровском едем. Я же не шофер какой-то. Как же я то-другое-то? Не смотри, что молчит-то. Разве так можно мы на общее дело едем-то? Никаких. Я больше решил не трогать. Маленько, поверя, прошло, еще то простенькое, сказал. Третьяков мгновенно на ту сторону. Такое дело, так и я сяду на поезд и уеду. Значит, с машиной, груженая, едем с большим грузом, книги везем, едем в миссионерскую поездку, и двое сразу съехали. Я замолчал, в угол сел. А потом Третьяков здесь и скажет. Вот, мы как дружно-то Игнатию-то заехали, и он все больше не стал ехать. Я говорю, у меня есть цель, у вас ее нету. Я ради цели в ноги упаду вам, ноги целовать вам буду. А у вас нет ничего, вы с этим остались. Ну? А как было? Я сказал, где мы останавливаемся недалеко от дороги? Ни звука лишнего не должно быть. Нас никто не должен видеть. Мы вблизи города Большого Хабаровска находимся. Зашли. Тот пошел по нужде. Я сказал, иди сейчас, сходите пока днем, лопату возьмите, заройте. Не идет. Как стемнялось, я лопату завернул, все уже. Только мы уже уезжаем, в 2 часа ночи срываемся с места. Мне лопата нужна. Уже заложили ее до завтрашнего дня. Не буду же вытаскивать-то. Пошел. Пошел, фонариком подсвечивает. Да фонарик-то, видать, за километры. Пришел, я бы говорю, а-а-а, тут не дают даже это дело, да какая-то. И вот из-за этого вот. А то, что фонариком светишь. Ну, если бы войной было, тебя просто расстреляли бы, гада такого, и все. Посмотри, как они, когда где-то в разведке, они под плащ-палаткой, найдут какую-то там воронку, в воронке сидят, закрылись там, карту подсветят, чуть-чуть вниз только. Рядом будет, никто не увидит. Если снайпер готовит себе какой-то пункт, он ночью, когда никто не видит, он копает, и метров за сто уносит, и там рассеивает землю, чтобы не видно было. Я читал, финский снайпер ел снег, чтобы пар с рта не шел у него. И оптическим прицелом не пользовался, чтобы не было обоисков у него. Молодец. Так вот, если меня не будет здесь-то, как вы будете жить? Давай договоримся, если ты не изменишься, то есть это хамье будет из себя лезть, как вот сейчас там нарик, там называете, а бухарщик, это они тебя по лицу видят. Это никто еще тут не говорит. Простой ролик, за столом сидим. Чтобы этого не было. Если это будет, значит, я нахожу другим людям, и ты должен будешь покинуть это место. Тебе это надо? Покинуть это место? Да, покинуть это место. Если накажете людям, или... Я нахожу, и тебя выправят отсюда, потому что ты сопротивляться будешь, тебе здесь хорошо. Скажи за зиму, сколько ты потратил на еду? Ну, немного, совсем немного. Да немного. Ну, сколько там, ну, где-то рыбу, может быть, купили. Это остальное, это и хлеб нам пекут, и картошка, и все остальное, это у нас бесплатно. Только что бывает, и надо, вы покупаете, а не я. Ну, если пошел счет на деньги, значит, что картошку мы вместе садили. Я заберу сразу часть картошки, маншковки. Ну, понятно, что хорошо нам, хорошо. Садить ты будешь. Так, за тем, что ты так себя будешь вести, будет стоять крест. Ты мне можешь дать слово, что этого не будет с тобою? Ну, по крайней мере, я претендовать тут, захватывать, ничего не собирать всегда, Дядя Тихонович, как вы думаете? Я вопрос, не, это задаю. Ты отвечаешь не по вопросу. Ты меня обкистить хочешь? Нет. Ну, я тебе сказал, если так же ты думаешь себя вести, как со мной, хамишь мне, ну, буквально за каждым шагом. Я тебя вгашу, ты маленько пойдешь опять. Я говорю, надо пойти. А ты отвечаешь, надо пойти. Последние слова, значит, ты с такой интонацией еще. Ну, это на Володином доме я тебя на этом ловил, когда мы разошлись, чтобы не обедать даже вместе. Было? Да, было. Но ты принял правильное решение попросить прощения и сам решил не есть. Самое правильное решение. Ну, как по-другому. У тебя есть намерение такое, чтобы жить по-братски, вот как мы с Володей живем? Он главный, конечно. На нем я завещание сделал, и не для продажи. Вот, Володя не имеет права продавать этот дом или отдавать. А если женится, женится, съехал, и на этом все, никаких претензий на это нет. А ты договоренность, ты, Володя, слышишь? Да. Так, я тебе это знал и прочее. Все. Это мне Бог дал, чтобы я был наблюдателем за этими домами. Я их своими не считаю. Я как на квартире будто живу. Но я всегда чувствовал себя свободно здесь. Я здесь ни одного гвоздя не забил. И двери, и ограду, все это кто-то сделал. Я высадил, и решение городской администрации было именно вот это отдать мне. Так? Во всех документах, фотографии, тут все как есть. Тогда я не записывал. Магритофон у меня его не было. Вот как она идет, крадется. Ты когда записываешь, наблюдаю. У тебя вчера один забежал, второй, ты даже как уперся, как сонный. И сидишь. Ну поверни маленько камеру, ты сейчас зашел, медленно поверни. Я неправильно снимаю. Ну, у меня руки дрожат. Ты зашел человек, ты даже никаких, Володя, он научился маленько регулировать. Я возвращаюсь к своим баранам. Ты можешь мне дать слово, что ты не будешь Володе хамить и подбивать на то, чтобы разойтись? Не буду подбивать. А? Не буду такого делать. Не будешь хамить, как мне хамишь с Володей? Жить по-братски. Считай его старшим. Да, он старший. Он старший не по возрасту только. Да, не только. И по знанию, и по нашим отношениям. Он хозяин, завещание на него сделано. Ты, Володя, слышишь? Слышу. Не позволяй хамить. Потому что мы делаем общее дело. Не то, что я не могу вытащить, выдержать этого. Смотри, как так вы могли записывать, сидеть и слово не сказали? Который там на меня нахвалил, я как и анкреститель. Я слово не сказал. Когда звонил тут Гордеев, тот у меня сыны сейчас говорил. Я ему ни слова не сказал. Почему? Я буду все обдумывать и молиться. И во всех случаях заканчивается не с моей стороны, с их. То есть Бог им положил на сердце. Больше с нами общаться мы не будем. Не будем. Но шептать на ухо не буду. Вот Гордеев заходил, когда он здесь лесом все это делал. Я ему это раз ответил. Все, он мигом разорвал и больше нигде нет. Точно так же и с этим, с Романом. У меня есть что сказать. Поставить человека согласно его градусу. Согласно его статусу. Где он должен быть. Помнить это. Я это делаю сегодня. Конечно, это не имеет юридической силы, но по совести, чтобы ты знал. Володе я оставляю, чтобы ему помогали. Вы живете вместе. Я тебя учил с лестницы бегать. Послушание было? Было. Было, помни. И просто ты была. И по-другому никогда не говори, когда было. Ты интонацию смени. Интонацию. Вот Роман, малыш был здесь, а сразу же с первого дня начала дергать. Он читает. Псалтырь, молитву, как будто насмехается. Как будто насмехается. А там вныл ты, он хороший человек. Но вот приехал, только батюшка мне говорит. А что за человек такой? А что? Я говорю, не могу сердцу приказать. Я говорю, не могу. Что-то жду я от него плохого. Батюшка Прозорливый. Также был одружинен милиционер. Я был в Америку, он приехал на огороде. Батюшка говорит, новый человек тут. А он был членом нашей общины, сын его, Митя. И говорит, приехал человек. Я говорю, и как он? Да не разговаривал. Ну, не хороший этот человек. А как ты знаешь, подходил к нему? Нет, не подходил. И он в самом деле начал клепать всякую мерзость, писать прокуратуру, суды. Он подполковник милиции был. Ну, и кончил с чем? Черная заноза в мозге, инсульта и нет. Роман, что-то тут начал возникать. Вот на этой койке, вот этом, на этих нарах у меня. Два дня лежал, как мертвый. Глазами хлопает только и лежит. И он ничего не понял. Ты живи спокойно. Мне не знаю, насколько жалко Романа. Но вырвать оттуда его никто уже не сможет. Он опутан полностью. Ты с Романом хоть чуть-чуть согласен? Вообще не согласен. Ни о плоской земле, ни всех этих, кого он нашел. Славиков, Германов, Стерников. Нигде. Вот, видишь, как проще это. А для меня он был нынче и летом просто незаменимый. Ну, нет, уже в семнадцатом году. Ты знаешь, как все возил, везде встречал. И все на машине на своей. Ты мне выговоришь сейчас, чем ты не согласен. Всем согласен, на этих. Ну, все, тогда нет ничего. Володя, согласен? По славу Божию. Скажи, что согласен. 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 Володя, старший нигде ему не хамить, жить дружно, как родные братья. Мы христиане. Такая установка годится? Да. Ему помогать. А ты ему помогай. Если он тебе сказал, не зумай хамить, ты ему сразу скажи, стоп, сигнал, напиши крупную. Не хамить. И сразу вывесил, не хамить. Вспомните, мы сидели здесь вот рядом. Я тебе из гроба погражу пальцем. Не играй, брат. Не дури. Понятно. А то тебе Бог просто, как она надела, пишет, говорит, я на ваш ролик зашла, это вы у нее мозги сломали. Всю жизнь верила, ходила, а теперь я вижу, ничего у меня нету. У меня интересный случай был. Мы идем из университета после моих занятий. И новый человек пришел, высокий рост там такой, и говорит, вот, говорит, я у вас был, говорит, я не ожидал от себя, говорит, такого. Я, говорит, сразу поверил. А я внутренне, конечно, порадовался. Я говорю, а что вас коснулось? Ну, то, что вы говорили. А как поверили? Ну, я поверил, что я неверующий. Вот это поверил. То есть он понял, что он неверующий. Я когда разговаривал со священниками, а их несколько, они говорят, нам только уйти надо с соглашенными. Я говорю, давно пора. Не мазольтесь перед глазами. Выйдите, а дальше Бог что-то сделает. Все, готовимся. Николай едет. Я поеду с вами. Так.